Это на... ну, как... Ну, они параллели будут. Может быть, просто к какому-нибудь продюсеру придёт в голову вот так вот вдруг взять и попробовать нас в другой ипостаси. Григорий, вас интересует мнение зрителя? В одном из интервью сказано, что вы не замечаете фанов или фанаток. Обидно, досадно? Ну, ладно. Не стоит так доверяться всему тому, что пишут в изданиях всевозможных. Часто наши слова коверкают, делают их очень категоричными. Я обращаю внимание на любое мнение. Абсолютно, так сказать. Все люди мне интересны. Но я сам себе судей и цензор. Я сам, так сказать, выбираю, что мне делать, как мне поступать, что правильно, что неправильно. И так или иначе конечный вывод в той или иной ситуации и заключение делаю я. Я очень благодарен всем своим фанатам, поклонницам, поклонникам, я всем благодарен, потому что это неотъемлемая часть. Мы для кого-то работаем. Эти люди нам нас поддерживают. Они помогают нам прыгать дальше в какие-то тяжелые минуты. Поэтому это очень важная вещь. Григорий, вам предложили роль в кино Дон Кихот, Дон Жуан, Робин Гуд. Ваш выбор. Ну, Дон Кихот это потрясающая роль. Ну, до нее надо дорасти. Дон Жуан ближе тоже потрясающая роль. Да, они все потрясающие, о чем речь. Нелли, хелп, подскажи, как избавиться от неуверенности в себе. Заранее благодарна. Яна. Мне кажется, что прежде всего человека спасает такое обстоятельство, если он находит себя. Вот нужно прежде всего думать о том, в чем истинный путь этого человека. В профессии ли, или в материнстве ли. Вот. И нужно думать об этом, а не о том, насколько ты красив, и так далее, и так далее, и так далее. И если путь найден, если человек на своем месте, он прекрасен. Вот. Поэтому нужно искать себя. В общем, это основная задача, мне кажется. Григорий, почему у вас фамилия Антипенко? Ваши родители украинцы? Ну, папа у меня из Беларуси, но, вероятно, есть какие-то корни, которые оправдывают это замечательное окончание. У меня хорошая родня, у меня замечательные корни, у меня потрясающие родители. Даже если из Украины, или откуда еще, мы достойно несем. Так сказать, эту фамилию. А что же такое любовь, и как ее найти? А я вот всех призываю не, если это будет понятно, не искать. Она придет. Нужно просто вот засечь этот момент и отдаться ему полностью. Она придет, не надо ее искать. человек, который трудится, ища любовь, мне кажется, отодвигает меня от настоящего истинного чувства. Поэтому я знаю, что это сложно, это очень сложно расслабиться и ждать. но мне кажется, это самое правильное. Я так считаю. глупо на самом деле. Это столько людей пытались определить это слово, какое-то понятие вывести. Это глупость и бред. Мне кажется, это такие совершенно неосязаемые вещи, как воздух. Ну вот душу назвали душой. Ну вот это, наверное, ближе к этому. Вот она, любовь. Такая субстанция. Поэтому как-то ее определять можно только пожелать, чтобы она посетила каждого в этой жизни. Потому что это самое прекрасное сверху чувство. Это то чувство, ради которого стоит, в принципе, жить. Если оно вдруг у кого-то появилось, храните его, держите его всеми возможными способами. Поэтому все остальное по большому счету. Бессмысленно. Вопрос обоих. Что труднее? Безответно любить или не суметь ответить на чувства другого человека? Сложнее принимать. Сложнее принимать и лично я бы никогда не смог бы например, этого сделать. Это пытка. Это просто пытка. И для человека, чью любовь ты принимаешь, и уж тем более для себя. Потому что ты себя фактически обделяешь. То есть как бы соглашаешься с тем, что тебе конкретно этого чувства никогда не испытать. Если испытать, то придется его как-то скрывать от этого человека, перед которым ты ну как-то уже в ответе. Для меня настоящее счастье наступает в тот момент, когда ты сам влюблен. Если ты этого не испытываешь, то я не верю в то, что ты можешь сделать человека счастливым, который тебя любит. Даже если ты искренне это хочешь для него по разным обстоятельствам. Григорий, веришь ли ты в сказки? И если да, то с каким героем ты себя сравниваешь? И почему? Спасибо. В сказки что значит верю? Конечно, вышел из того возраста, что верить в сказки, но в принципе что есть сказка? Вот если разобраться в моей собственной жизни, то это сплошная сказка. Это сплошная череда случайностей, которых просто не бывает. Так рассказать кому-нибудь. Они посмеются, скажут, ну ты придумал. А это все произошло. Ну вот она, жизнь, это моя сказка. И я в общем ни с кем никогда себя не ассоциировал, ни с какими героями. Я сам такой герой в собственной сказке. Живу, придумываю что-то. В детстве придумал какие-то страны. Сам в них в детстве путешествовал. А сейчас по реальным странам путешествую. опять что-нибудь выдумываю. Куда-нибудь залезу обязательно. То есть, ну вот, я персонаж собственной сказки и счастлив этому обстоятельству. Как вы себя видите через 50 лет? Я туда не заглядываю. Ой, я тоже. Мы, я не знаю, как летать. Я живу одним днем. Ну, может быть, завтрашним, так сказать. Да, это точно, абсолютно. Мы все ходим под Богом. Чего заглядывать 50 лет? Дай Бог, будем живы. Дай Бог, будем в профессии. Главное, дай Бог, чтобы занимались любимым делом и были таким же счастливыми, как сейчас. Вот, что хочется пожелать самим себе. Вы не хотите спеть песню дуэтом? Дуэтом? Разве что на шапке? Да, мы непрофессиональные певцы, поэтому я не думаю, что мы когда-то будем все дела афишировать, хотя всех зрителей ждет сюрприз в конце сериала. Да. Что-то подобное будет. Дело в том, что 14 июля, когда выходит ваша программа, у моей сестры день рождения. Не могли бы вы поздравить ее с 14-летием? Ее зовут Оля. Оля, мы поздравляем тебя здесь с замечательным праздником. Вообще, день рождения это самый прекрасный праздник после Нового года. Или наоборот. Сами для себя определите. Счастья вам, удачи. Дело в том, что когда 14 июля выйдет эта программа в эфир, у моего брата день рождения. И я вас поздравляю, Оля, и его поздравляю. И вообще, я сама родилась 14-го числа, я обожаю это число. Она приносит мне удачу, и желаю вам в жизни побольше сталкиваться с этим числом. 14, оно самое прекрасное. Удачи вам. Как, впрочем, и все остальные числа. Да, да, но я люблю 14. Надо быть каждый день счастливым человеком, умудриться это сделать, а, в всяком случае, постараться. Уважаемые телезрители телеканала 1 плюс 1, мы желаем вам все самые банальные вещи, которые только можно пожелать. Но мы желаем эти вещи от души абсолютно искренне. Поэтому будьте счастливы. Будьте счастливы. И пусть ваши желания, все мечты в детстве и сегодняшней мечты обязательно забудутся. Это вот мое. Данаска вам пожелает. Я могу добавить, что ничего не бойтесь. Мечтайте. Мечты исполняются. Главное только в это верить. Верьте. Все будет хорошо. не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Субтитры создавал DimaTorzok